Сегодня 500 магаданских юношей и девушек собрал молодежный форум. На Колыме его проводят в шестой раз, но этот особенный. У него нет впервые названия, но впервые принимают участие эксперты в области молодежной политики из Москвы и Владивостока. Этот форум даже внес корректировки в планы замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева. Он проведет со школьниками, студентами, молодыми предпринимателями, представителями общественных движений, волонтерами два дня. Гости проведут лекции по шести разным направлениям, но цель у всех одна – гореть. Гореть проектами и идеями, гореть желанием стать лучшим. Здесь, конечно, в первую очередь необходимо обратить внимание на грантовые проекты и конкурсы, благодаря которым студенты и представители молодежи могут получить финансирование на свои проекты от 300 тысяч до 2 миллионов, в зависимости от того, одно это физическое лицо или молодежный коллектив. В 2017 году впервые из 20 проектов, получивших президентский грант, 14 были колымскими. В Магаданской области живет 30 тысяч молодых людей, говорят специалисты. Очень важно сегодня помочь им выбрать нужные регионы профессии. Территория горная. Они должны понимать, что сегодня проще всего себя адаптировать в горной отрасли, что нужно поступать в мореходное училище, в училище морского флота, в училище рыбодобывающей отрасли. Главное – это сегодня показать, что ты собой что-то представляешь, что ты специалист, который готов развиваться. Но и самое главное – устремление дальше работать, работать, чтобы это увидели вокруг тебя. И дальше тебе всегда дадут дорогу. Дальний Восток – территория опережающего развития. Почему? Зачем? Для чего? Сегодня, как на уроке, подробно об этом рассказывал специалист из Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Светлана Горшунова. В Юго-Восточной Азии живет столько народу, столько потребителя, которые готовы огромное количество товаров у нас купить, съесть, использовать и так далее. А производить у них нет такой возможности. У них и территория маленькая. Лекция на этой площадке войдет в научную работу студентки Северо-Восточного государственного университета Марины Голущак. Она посвящена трудоустройству молодежи без опыта работы. Если все получится, ее обсудят ведущие научные работники Магадана. В интернет-источниках, также в библиотеках очень мало информации именно на этот год. И что-то новенькое можно узнать. А площадь Дальнего Востока, то, что равняется 11 францам, очень интересная информация. Молодежный форум рассчитан на два дня. Ежедневно в формате дискуссий и докладов будут работать шесть площадок, где поднимут горячие темы. Например, студенческие инициативы, как инвестиции в будущее. А также откроют портал в бизнес и десятки других новаторских идей. Продолжение следует...